Бывший глава Тульской области Александр Дюмин, можете объяснить его роль в бунте Пригожина и какое звено он занимает сейчас в путинской вертикали? Интересный вопрос. Люди очевидно понимают расклад, который сформировался и во время неудавшегося переворота и в последующем. Дюмин играл активную роль в переговорном процессе. По сути, он и был главным переговорщиком, потому что субъект по фамилии Лукашенко это фикция. Это человек, который не имеет ни влияния, не умеет вести переговоры и, соответственно, его используют как ширму, которая может очень много деталей говорить, несуществующих, и таким образом создавать иллюзию правдоподобия. Реальный переговорщик Дюмин, насколько я понимаю, Дюмин пытался быть транзитивным, скажем, перехватчиком власти. Один из них на сегодняшний день. Но это фальстарт и как сам, собственно, переворот неудавшийся, так и поведение Дюмина фальстартануло и, соответственно, вряд ли он сможет доиграть эту историю до конца и стать преемником Путина, о чем многие, несомненно, подумали, увидев его в качестве переговорщика. Но он один из тройки, да, там был преемником, Путин назывался. Я не думаю, что это преемники, потому что на самом деле Путин однозначно, это, кстати, было большое заблуждение, что кто-то думал о том, что готовится какой-то транзит власти в пользу кого-то, там, младшего Патрушева или Дюмина и так далее и тому подобное. Нет, Путин абсолютно точно хотел досидеть до конца своей жизни в качестве неприкасаемого авторитета, царя и так далее. И, соответственно, на сегодняшний день есть два бенефициара того неудавшегося переворота, это Шойку, как непарадоксально звучит, и Золотов, который получил резкое усиление для Росгвардии. Ну и, соответственно, проигравшими являются тот же Патрушев, тот же Дюмин и так далее. Продолжение следует...